Еще есть время исправить все, Николь Пашинян. Есть время. Еще не все потеряно. Пока ты там сидишь, у нас есть шанс. И у тебя тоже есть шанс. Ты должен сделать правильный шаг. Народ тебя поддержит. Я со многими сегодня армянами общался. В Ереване, в Армении никто не хочет войны. Никто не хочет продолжения кровопролития. Все хотят, чтобы это все прошло. Все хотят этого. Ну так давай действуй. Моему народу надо, чтобы он свою землю развивал, а не другие, чужие города грабил и уничтожал. Нравится Ахдам вообще? Нравится вам Физули? Нравится вам эти все кадры? Вы знаете, что с каждым днем, как вы не принимаете это решение, весь позор размазывают. На армянском народе это все остается. Вы знаете, в конце армяне будут платить за все это. Тела уже пошли в европейские суды. Это сделал не армянский народ. Это сделали подонки, которые возглавляют армянский народ. Это сделали военачальники, которые своих свиней держали в мечетях. Что это такое? Что это такое, Никол Пашинян? Разве армянская нация такое может себе допустить? Тады Ванг веками там стоял и при Азербайджане, и при Иране, и при Турции, и при Русске. При всех стоял с ним, ничего не случилось. Во что вы превратили мечети за 30 лет? Что это такое? Я отказываюсь принимать, что это сделали армяне, именно как нация, именно как страна. Это сделали подонки. Это сделали преступники военные. Это сделали убийцы и людоеды, которые прикрываются своими генеральскими формами и своими армянскими фамилиями. Вы должны, вы должны, вы должны их судить и вы должны выдать Азербайджану за все. Вы должны все у них отобрать и оплатить все зло, которое было совершено в Ахдаме. Вы видели Ахдам? Что это такое? Как можно за это отвечать? Поступите правильно, господин Пашинян, поступите правильно. У нас нету родины, кроме Армении. Вас не выбирали премьер-министра Ахдама или Физули, или Карабаха? Вы сами говорили, мы, я, мы, я премьер-министр Армении, я не имею права говорить от лица карабахского населения. Вот и станьте президентом, премьер-министром Армении. Вот и начните думать об армянах. Начните думать о людях, которые живут в Армении и будут жить. Вы знаете, народ проснется, Никол Пашинян, народ обязательно проснется. Народ уже хочет просыпаться. И когда уже народ проснется, призовет к ответу всех этих скотин, вы тоже окажете в их числе. Проявите свое лидерское качество, примите важнейшее решение в вашей жизни. Заключите мирный договор с Азербайджаном. Примите территориальную целость из Азербайджана и все, закончим этот ад. Этот ад закончится, сразу закончится, сразу. Не надо этих людей нам предать, предъявлять нам как врагов. Тут нету врагов. Единственные враги Армении, которые внутри Армении нет. Я тогда предупреждал всех армян, предупреждал, что это будет, что это будет именно так, что любой человек, находящийся на территории, международно признанной территории Азербайджана, любой вооруженный человек в любой момент может оказаться в статусе террориста и может быть спокойно убит. Я даже не говорил, что они будут посажены как террористы. Я думал, что они будут убиты, потому что статус террористов велит уничтожение террористов. Да, как бы в мире не принято церемониться с террористами. Поэтому я всех армян об этом предупреждал. Ну, естественно, все мои предупреждения, на все мои предупреждения, реакции не было. Все осталось как было. И вот 1 января, когда президент Алиев объявил, что эти люди не военнопленные, а террористы, все встало на свои места. Дорогие азербайджанцы, я хочу пояснить, что лично я считаю, что все армянские силы должны были быть выведены из Карабаха, из вообще всей территории Азербайджана, которая международно признана как азербайджанская. Вот именно после подписания этого мирного соглашения надо было их все вывести. Почему они не были выведены, мне непонятно. С какой целью они там оставлялись, мне непонятно. Есть ли какой-нибудь контроль над ними со стороны Армении, мне непонятно. И это никому не понятно. Официально никто никаких объяснений не дает. И сейчас сложилась такая ситуация, что вся ответственность, не ответственность, все зависит теперь от азербайджанской стороны, как они будут принимать этих людей, как они будут с ними обращаться. Я это, знаете, с точки зрения закона, в этом ничего предосудительного нет. Если бы армяне, смотрите, если бы в каком-нибудь из нашем городе, допустим, в Севанье, собрались бы террористы, люди с иностранного государства, и вооруженные люди удерживали бы этот город, их бы тоже армяне сосчитали бы террористами и уничтожили бы в случае надобности. Понимаете? Вот зеркально такая же ситуация. Я хочу, армяне, ребята, я хочу дать конкретные пояснения, что творится сейчас. То те военнопленные, которые были до войны, их вернули все. Ну, то есть объявляется то, что все, давайте будем считать, что всех вернули, и наши, и их. А те, которые остались после войны, вот они уже выпадают из статуса военнопленных, потому что официально никаких военных действий там не будет, там не ведутся никакие боевые действия. И все люди, которые там остались, это преступники с точки зрения Азербайджана. Это люди, которые находятся на их территории, вооруженные. То есть тут все однозначно. И тут с этим мы ничего не можем делать. Понимаете, Армяне? Ничего. Это никакая международная организация нам в этом не поможет. Никакой договоренности, ничего. Это все остается на воле только и только Азербайджана. То есть судьба этих людей только в руках руководства Азербайджана. А ответственность за этих людей лежит только на войно-политическом руководстве Армении. Лежит только на тех людях, которые этих ребят туда послали. Я хочу еще уточнить, почему я говорил родину, что защищая родину. Знаете, эти шакалы убедили всех армян, что вот этот Карабах, этот Ахдам, Физули, вот это все является родиной армян. Понимаете? Они наших солдат посылали туда, чтобы защитить эту родину. То есть ваши города, ваши азербайджанцы, ваши города, армяне защищали от вас. Понимаете? Эти солдаты. Но они же не виноваты. То есть это же, они же это как делают? Они говорят за родину. Они нам представляют родину. Что угодно говорят. Вот это ваша родина, надо это защитить. И солдат идет защищать. Солдаты не забирают на войну со словами, пойдем отберем земли от Азербайджана. Или пойдем защитить Ахдама. Они говорят, пойдем защищать родину. Эти скотины надевают одежду родины на любую вещь. Понимаете? Они называют родиной и заставляют умирать наших ребят. И ребята даже не задумываются, что никакой родины там нету и не может быть. Знаете, уважаемые азербайджанцы, давайте сделаем так. Если эти скотины считают Ахдам или Физули своей родиной, давай пускай они переедут к свою родину, к вам, то есть, в Азербайджан. Там вы уже, с них уже, вам будет чего с них спросить, да? Вот с этого Кхочаряна, с этого Сарксяна, со всех остальных подонков, которые все это с нами сделали, все это нами делали.